Полумрак, тихий скрежет проектора. В Ивановском музее камня состоялся показ диафильма в 2017 году. Он начинается словами. Кого не волнует вопрос о будущем. Какое оно? Пленка, оказавшаяся в распоряжении сотрудников музея камня полтора года назад, дает возможность заглянуть в будущее, каким представляли его в 1960 году. А у летающей станции управления погодой очень большое будущее. Человек будет в кабине нажимать кнопки радиоуправления, и машина полетит, усмелит ураган, уничтожит шторм. Многое из того, о чем советские люди фантазировали, осталось утопией. Например, мечты всецело управлять погодой, построить подземный город, повернуть реки вспять, совершить межзвездные полеты и перекинуть мосты через огромные пропасти. Но появление скайпа предсказали довольно точно. Это устройство назвали телевидеофоном. Мама смотрела с экрана телевидеофона. Она стояла на палубке теплохода. Здесь разместился детский сад, в котором находились все младшие дети. Завтрак усправился, спросил маму, улыбаясь. Мы видим экран, и на нем мама даст теплоходы, разговаривается мальчиком. Здесь у нас сейчас поближе будет. Вот здесь вот хорошо видно. Ты на Черноморье делаешь игру? Я в комендировке спрятил черноморских получения цады. А за мной своих не спила. Передай телефону, что я вернусь только завтра. Во время просмотра диафильма педагог школы-музея Лита Склея Сергей Беляков постоянно комментирует, что изображено на экране. Современным детям без подсказок было бы сложно понять некоторые вещи. Почему поиск врага? Почему враг хочет нас поработить, уничтожить? То есть вот эти вот моменты, которые для того времени, для 60-х годов были обыденными, традиционными, сейчас воспринимается немножечко как-то чуждо. Диафильм называется в 2017 году, потому что это знаковая для советской страны дата – столетие Октябрьской революции. К этому времени предполагалось во всей стране построить коммунизм. А высокие технологии должны были в этом помочь. Удивило то, что некоторые вещи действительно похожи на какие-то изобретения, которые есть сейчас. То есть, например, поезда, которые изображены в этом диафильме, очень похожи на поезда на магнитной подушке, которые есть сейчас. За кадром советской действительности осталось бурное развитие компьютерной техники. Но некоторые из невероятных изобретений может и стоит взять на вооружение людям века 21-го. Мосты и источники энергии, которые они используют, то есть вот мезонная энергия, тоже интересно. То есть также, ну, в основном это технологии, то есть вот эти бурые, которые работают на гигантской скорости. Ну и, конечно же, чтобы хотя бы погоду предсказывать научились. Диафильм в 2017 году уже появился в сети. Увидеть его можно, не выходя из дома. А если вы хотите посмотреть пленку на диапроекторе, добро пожаловать в Ивановскую школу-музей «Литас Кле». На одном из заседаний «Общество любителей камня» состоится бесплатный показ для всех желающих. Следите за информацией на сайте музея. Любовь Почерникова, Андрей Семеновоков, РТВ Иванова.